Сегодня мы будем делать макияж какой-то звезды и как ты относишься если твой сын станет визажистом? Выглядит конечно не очень, но она просто шикарная. А ты вообще когда думаешь своему ребенку заводить инстаграм? Меня голову в ванной, чтобы больше рейтинг. Есть такая шутка, что я не понимаю как можно вырасти нормальным человеком, если у тебя в детстве не ебал качели. День семьи или фан-встреча с подписчиками? Можно поставить? И локтиками не размахивай, локоток близко и вот так. Здрасте накрастье, я сегодня без макияжа, это что означает? Значит у нас сегодня бьюти-блогер и с нами сегодня второй бьюти-блогер, которого я знаю. Всего два бьюти-блогера в Украине, которых я знаю, это Диана Суворова и сегодня с нами Низа Краснова. Ура! Вы знаете, да, единороги, фанфары, да, все пошло. Итак, сегодня какие у нас правила? Каждый раз правила меняются. Сегодня мы будем делать макияж какой-то звезды. Ты не знаешь какая-то звезда, я не знаю какая-то звезда, тебе просто нужно ее вытянуть. Давай. Вытягивать? Вытягивать. А если это звезда, которую я не знаю? Ну найдем в интернете. Сейчас посмотрим. Так, Хейли Бибер. Из этих людей я знаю только Бибера. Теперь я тяну. Ну давай. Вдруг ты знаешь еще и первое имя своей звезды. Ну все. Ким Кардашьян. Я, конечно, где я и Ким Кардашьян, это совершенно разные люди, но сейчас посмотрим. Мне кажется, после того, как я сделаю макияж Ким Кардашьян на себе, у меня еще больше хейтеров появится. Знаешь, они мне пишут комментарии. Ну макияж ты типа нормальный делаешь, но сама ты вообще-то и начинаешь. Хейтер это признак. Я так себя тоже утешаю. Ты знаешь, самый верный фанат это хейтер. Потому что только хейтеры смотрят все твои видео от начала до конца, чтобы сказать тебе, какая ты дура. С чего мы начинаем? Я вообще сразу протру все-таки лицо, потому что я уже сегодня с утра была на работе. Как ты решила вообще, как ты сняла свое первое видео на YouTube? Вот с чего ты проснулась и решила, что все, я блогер. Я же начала с того, что у меня был текстовый блог, который я завела 10 лет назад. До этого у меня был ЖЖ, но это время я не считаю, времени у свое блогерство. А кто ты там писала? В ЖЖ я писала нытики, типа все парни там не очень. Знаешь, ну женская вот эта вот 15-летняя грустняшка. Стандартно. Потом, когда я завела уже текстовый блог, я начала с того, что у меня были посты про дизайн-архитектуру. Совершенно не о бьюти. Вот. А как я пришла к YouTube, меня пригласили на съемку для L'Oreal поучаствовать, ну, вроде как моделью, да, но говорящую, потому что модели же обычно ничего не говорят там на съемках. Ну, то есть их красили. А меня красили, и я там что-то комментировала, какие-то шутки шутила, и мне очень много людей, съемочная команда, сказали, что я очень хорошо смотрюсь в кадре. Я думала, что они просто специально это говорят, чтобы я не смущалась, но потом, действительно, те, кто видели эти видео, начали очень меня хвалить. Как часто ты снимаешь? Раньше я снимала три видео в неделю, но после того, как у меня появился ребенок, очень сложно, я поняла, что время конечно, потому что ты проснулся в понедельник, моргнула уже вечер пятницы. Вот, и мне стало действительно сложно просто пытаться везде, успею, я же еще веду Инстаграм и пытаюсь как-то ввести этот текстовый блог и ходить на презентации. Ну, то есть, примерно видео в неделю я сделаю. Действительно стараюсь, потому что все равно… Это работа, это нереальная работа. Это работа, потому что ты знаешь, потому что ты этим занимаешься. Когда зритель сидит с той стороны экрана, он не понимает, как это происходит. Он не знает, что нас снимает с этого человека сейчас, и у нас стоит восемь лампочек. И еще об этом надо же состыковать всех в одно время и так далее. Да, но я делаю это все сама, меня никто не снимает. Никто не монтирует. Никто не монтирует, никто ничего… То есть, я вообще… Сама. Агентство полного цикла. Да. И я посмотрела твое видео сегодня про роды. Я недавно родила сына, но так как я нигде не афишировала это прекрасное событие, вдруг возникло очень много вопросов, когда я сказала о том, что у меня родился сын, начали сравнивать меня с Кайли Дженнер и с тем, что я оказалась еще большим конспиратором, чем она. И там 100 тысяч просмотров. Ты не думала сделать мама-блог? Потому что реально твои посты с детьми, я тоже посмотрела, набирают намного больше, чем посты про косметику. Ты знаешь, я думаю, что это только потому, что эти посты выходят редко и людям они не наскучивают. Я, ты знаешь, заметила, что я не то чтобы скрывала беременность, я просто ее не выпячивала. Если не рассказывать на каждом углу о том, что ты беременный, в каждом своем стори, люди могут не узнать об этом. Да, да, да. Мы затонировали с тоном Илан, его еще нет ни у кого, между прочим. Скоро выйдет. И сейчас тоже на нашу консилер, даже еще не упаковка, в которой они будут, но будет красиво в такой же упаковке. Очень, кстати, по-корейски, да, так мне кажется? Ну, вообще это итальянцы. Извини. Тебе просто напоминает, может, Миша, знаешь? Ну, мне кажется, что тон в тюбике это так по-корейски, нет? По-корейски, да. Ну, пусть будет по-корейски. А я смотрела, короче, на тебя и красила тон, нанесла, мне кажется, я уже там пять слоев нанесла. Я просто люблю очень плотно. Я вообще люблю, ну, как визажи, знаешь, мне нравится, когда... А я еще люблю в этом взять пудрочкой и так... Чтобы все... Но в жизни потом это так смотрится не очень. У меня вот, смотри, тоже дырочка в пудре. О, Шарлотта? Да. А я очень люблю вот эту пудру Colorfix, вообще обожаю. Это не та, которая холодит? А, нет. Нет, нет, нет. Просто под глаза все нюансы, ничего не подчеркивает, очень классно. Так, так что мне нужно делать контуринг. Я у тебя там посмотрелась и подчеркивала. Контуринг. Возьму сифору жидкую. Нет, я не возьму. Ты можешь взять все, что тебе нравится. Я возьму твою палеточку зиковинную. Я беру вот эту? Да. Держи. Спасибо. Кстати, очень классный консилер, реально рекомендую. Цвет Bright Future, наверное, называется. И можно выстраивать как форму глаз, так и скулу, но все что угодно. Поэтому я им сразу глаза сейчас буду строить и скулу дать. Какая-то гигантская кида. Гигантская кида. Какая-то мы в прошлый раз делала идеальная. Гигантская кида. Идеальная вся. Есть какая-нибудь? Прям гигантская. Или вот такая, как у тебя, да? Да, ну вот это самый лучший вариант. Тебе прям супер гигантская не нужна. Середнячок можешь. Середнячок? Ну да. Ты видишь там. Я вижу, что все любят середнячок. Середнячок, да. И я сразу себе выстраиваю. Консилер он очень подвижный, поэтому я его не боюсь. Подтушевываю, растушевываю. Мне особо ровно здесь не нужно, потому что там мягкая тушевка. Я сейчас карандашом для губ, кстати, крашу себе глаза. Потому что у нее там какой-то фиолетовый оттенок. Слушай, классный гель, кстати, у вас. Да, оп-оп, уложил. И все. Щеточка такая. Я люблю, когда плотная щеточка. И когда она хорошо прокрашивает... Прочесываю, да? Да. Они такие лепают. Просто она очень жесткая, и она хорошо как бы распределяет. Потому что вот такие бывают мягкие щетки, ты ее никогда не сюда... Потому что налепила себе и все. Ну тоже здесь, знаешь, момент. Мне тоже нравится прочесать, чтобы сразу все уложить. А у меня был один комментарий. Ваша щеточка поцарапала мне волосинку брови. И такой она... I'm sorry. Мамин! Как это может быть? Так. Что тут у моей женщины? Ой, она такая вся густящая, а я себя запудрила. Запудрила. Я сейчас покажу. У меня у тебя хайнатор за три копейки. Из магазина Ева. У меня у самой миллион косметики. Я очень люблю косметику. И то, что мы... Опять-таки, то, что мы производим, мы производим чисто для себя и того, чего нет на рынке, либо что у нас очень сильно уходит, да? В больших количествах, больших объемах. Потому что у меня сейчас в команде только 20 визажистов. Это чисто, которые работают. Руки-ножницы. Что нужно, чтобы снять успешное видео? Вот реально, если я хочу... Диана Суворова. Реально. Я посмотрела в миллион. Причем она сама, когда снимает, ну у нее там 20 тысяч просмотров. Ну, в пятнадцатом. Ну, больше, чуть больше, меньше. С вами реально коллаборация просто капец. Миллион, миллион двести, миллион триста. Спасибо. Ты знаешь, ну это было в то золотое время Ютуба. Ммм. Ммм. Нужно? Да. Слушайте. Лучше Макдональдса есть только Макдональдс. Только Макдональдс. Только Макдональдс. Я придумала эту тему, а я придумала название. И у нас получилось, ну прям супер комбо. Офигенно. Да. Особенно там, где вы тестируете едой. Ты знаешь, это самое любимое. Я уже просто люблю поесть. Блин, это реально... Типа, так, дорогой, я на работу. Да-да-да. Бургеры, пицца. Это знаешь, когда я приезжаю к Дианему, снимала у нее в студии. Я говорю, так что, уже еда приехала. Уже давай снимать, давай будем есть. Вот. Так что... Так, тени я красила Huda Beauty. Ты что-то там сейчас делаешь? Я красила тени Ила Маска. Шикарный оттенок. Джубиланс. Просто... Они идут всем. Покупайте. Ну у нас же Ила Маски нет. Вы сначала найдите, а потом купите. У меня есть ссылочка. Ссылочка. А это что за палетка? А это палетка Джеклин Хилл. Она выглядит, конечно, не очень, но она просто шикарная. И я эту палетку покупала... Ну как я покупала? Через посредника, когда еще нельзя было купить. Она же была раскуплена в 40 минут. Вся. Весь тираж. А, то есть это была лимитка? Это была лимитка, да. Но она была настолько популярна, что это Morphe. Джеклин Хилл. Причем у меня не было до этого палетки Morphe. Все рассказывали, что качество G. Но я не знаю, здесь все идеально просто. Это самая лучшая палетка. И сейчас ее можно спокойно купить. Только тогда она стоила 55 долларов. А сейчас она стоит 47, что-то такое. И как ты относишься, если твой сын станет визажистом? Ты знаешь, я отношусь к этому неплохо. Я думаю, что у него, в принципе, нет другого пути. Его очень тянет косметикой. Ну, во-первых, потому что оно все стоит на столе наверху недосягаемо. Он, когда видит кисточки, он реально просто трясется. Ему настолько нравится. Нравится? Да, я не знаю. Возможно, потому что они пушистые, но он пытается, конечно же, их сразу съесть. Но почему-то какую-то недюжую любовь он испытывает к бренду Givenchy. Очень классные тени. А в глаз вообще прям супер красивые. Советую. Как у меня прям. Да, да, да. Очень похожи они, кстати. А у тебя сейчас красиво на базе не так смотрится? Чуть-чуть розоватые. А это что у нас? Это для бровей. Тоже в дереве. Да, просто есть микроматики, есть в дереве. Ну, у нас просто для профитов в дереве. Это карандаш-консилер. Которые для лица или для бровей? Для всего. Я брови, для губ, стрелки подчищать. Трикольно. Трикольно нарисовала жир-жир. Стрелки подчищать это я. Внутренние углы там высветлять. А ты вообще когда думаешь своему ребенку заводить инстаграм? Не знаю. Никогда? Никогда вас устроит. То есть ты не думаешь из него сделать там популярного ребенка в инстаграм, чтобы ему потом жилось легче, там свои 12 лет он уже был популярным там мальчиком. Ты понимаешь, в 12 лет он мне скажет, мама, а зачем ты выкладывала вот эти фотографии? У меня голова в ванной. Да, да. Понимаешь? Чтобы было больше рейтинг. Я сейчас скажу, конечно, наверное, это надо вырезать. Но, как есть такая шутка, что я не понимаю, как можно выразить нормальным человеком, если у тебя в детстве не ебал качели. Я сейчас беру вайт и возьму еще новый хайлайтер, очень красивый, Боби Браун. Очень красивый. Нанесу. Это я. А ну-ка. Не, надо, знаешь, надо... Ай, Джастин Бибер на ладошке. Чутенько, красиво. А мне спасла помада Ризелыч. Ну, похоже, кстати. Правда? Похоже, похоже. Так. Ну что, мой макияж готов. Правда, мне не хватает еще на два тона темнее, чтобы это все у меня было. Ну, а так, в цветовой гамме, худо-бьюти, все дела. Поэтому ты самый честный блогер. Я тебе такое вешаю клеймо. Спасибо. Поэтому отсылайте только нормальные продукты. Если будете отсылать нехорошие продукты... Какое-то говно? Да. Все об этом будут знать. Ну, опять же, это же индивидуально. Ну, как бы, да. Если ты... То и запах у тебя соответствующий. Спасибо большое, что ты ко мне пришла. Мне было очень приятно. Ура. Пока-пока. Обнимемся. Обнимемся. Ну что, здрасте, Накрасте. И сегодня у нас... Не сегодня. У нас вообще всегда постоянная рубрика вопрос-ответ. Я тебе говорю быстро вопросы, а ты мне говоришь быстро ответ. Хорошо? Это не по математике? Нет, не по математике. Бюджетная косметика или люксовая? Оооо. Я недавно поняла, что... Нет, давай так. Бюджетная декоративка, но люксовая уход. Акцент на глаза или на губы? Для себя. На глаза. YouTube или Instagram? YouTube. Органическое продвижение Retarget? Органическое. День с семьей или фан-встреча с подписчиками? Можно посмотреть? День с семьей так же... Они сами, я сама, да? Наверное... Блин, это зависит. Знаешь, бывает такое настроение... Можно я открытый ответ? Как блондинка, ну не знаю... Хорошо. Фэшн или бьюти? Бьюти. Бьюти. Какой процесс приносит больше удовольствия? Создавать фото или видео? Видео. Это был последний вопрос? Спасибо. Пойдем. Все, всем пока! Именно так просят делать наши SMM-менеджеры, которые стоят там... Нет, вода как по-коррески. И локтиками не размахиваются, локоток близко, и вот так. Немного улыбаешься? Не, ты сейчас его когда-нибудь мисс какой-нибудь? Мисс... 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 Мисс...